Моё увлечение – это ОК. Можно заниматься садом, но сбежать из него в путешествия. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Моё увлечение – это ОК. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня такой яркий фарточек и, в общем, прекрасное настроение. Вы много пишете, пишете и просите. Я понимаю, что тех людей, которые просят ресторанные всякие штучки, их очень мало. Но зелёное масло прекрасно зашло. Я вижу по просмотрам, что многим стало это интересно. Икра из мёда зашла. Я дальше в молекулярку лезть не буду. Я сегодня вам покажу ещё одно масло, которое исключительно редко вижу в ресторанах, но имеет смысл его использовать, потому что делается оно очень просто. Из самых простейших ингредиентов. И я думаю, что, в принципе, даже если мы говорим про зелёное масло, я как-то раз, вернее, в ролике говорю, что таким образом в ресторанах перерабатывают увядшую зелень, которую нельзя положить в тарелку для украшения. Потому что она бывает вянет, там петрушка, укроп, ещё что-то из него, это всё в переработку. Есть умники, которые пишут, типа, что это мы из переработанных вещей? Да, мы всё делаем из переработанных вещей. Мы делаем очень много таких в ресторанах штук, чтобы мы просто-напросто не выбрасывали. И должно же быть адекватное какое-то применение продуктом. И если у вас продукт не зацвёл плесенью, а всего лишь увял, будь то томат, там, не знаю, какие-то овощи, фрукты, то почему мы не можем это использовать? Это нужно использовать, это, не знаю, благодарное использование продуктов или там рациональное, как вы хотите назовите. Так вот, здесь всё будет очень просто. У меня вот тут вот ковшик стоит, и ковшик этот наполнен, не наполнен, а частично, так скажем, налит 200 мл растительного масла. Пока оно холодное, смотрите, что делаем. У меня есть 140 граммов томатной пасты, баночка, той, которую вы любите. Я хочу сделать масло более концентрированное по цвету. Это всего лишь идея. Дальше вы уже сами регулируйте, смотрите, интенсивность цвета и так далее. Но начинаем с того, что холодное масло, холодная томатная паста. И, знаете, я хочу ещё придать пикантность некую вот этому всему. Поэтому я сюда чуть-чуть шерерачи добавлю, просто чтобы была лёгкая-лёгкая-прилёгкая остринка. Чтобы это не было чили-масло. Ну, тем не менее, знаете, пикантность такая должна быть. Вот. Теперь ставлю всё это на плиту и начинаю медленно нагревать. Ой, не туда. Не перегревайте масло для того, чтобы томатная паста в нём не горела. Поэтому начинаем с холодного. Всё, теперь просто-напросто ждём, когда масло начнёт согреваться. И главная цель – это выгнать остатки воды. Она же влажная паста, томатная. Нам нужно влагу всю выгнать оттуда. И тогда масло начнёт забирать на себя вот этот сконцентрированный цвет. Со свёклой сразу скажу, так не получится, потому что при таком довольно высоком нагревании умрёт весь пигмент. С цветной капустой, не в цветной смысле, а с краснокочанной, фиолетовой тоже умрёт. Можно попробовать ещё по такому же принципу куркуму. Но с куркумой будьте аккуратны, потому что фракция очень мелкая. И цвет может перегореть в момент сильного перегрева. Ну, то есть куркуму нужно прям совсем на низком-низком огоньке и чуть дольше. Всё, смотрим, у нас масло нагревается, уже пошли пузырьки. Всё, паста начала жариться. Видели, какой маленький пинцетик с ложечкой? Это наш бренд Перосовый. Вы, кстати, давненько в магазин не заходили. У нас новая поставка вот таких вот всяких гаджетов. Есть большие пинцеты с большой ложкой, есть рыбные новые пришли, есть прямые, цветные, такие-сякие. А ещё я давно хотел, чтобы у нас в магазине появились вот такие вот металлические миски, потому что я их очень люблю и считаю, что на кухне это необходимый продукт, потому что они не бьются, не ломаются, их можно бросать, удобно мыть. У нас ещё есть всякие кондитерские примочки, начиная от лопаток, заканчивая формами. У нас ещё есть стеклянные чайники, авторский чай. Специи, гора целая, хотите с моим лицом, хотите без моего лица. В общем, масса-масса всего интересного, будет оказия, заходите, мы вас рады всегда видеть. Значит, смотрите, масло надо помешивать, оно начало кипеть и уже масло красится. Вот видно на камеру, уже масло красится. Поэтому самый-самый маленький огонёчек. Главное не пережечь. Если сразу разгоните сильную температуру, она быстро сгорит. Да, влага быстро выпарится, но у вас не будет того яркого интенсивного цвета. Самое главное, что масло получается вкусным. Оно со вкусом, с ярким томатным, таким приятным. Зелёное оно более травянистое и освежающее такое, то томатное прям пиу. Подготовьте сито. У меня нет марли, я взял просто чайное ситечко, максимально мелкое, какое только можно. В ресторане обычно выстилают марлей или полотенцем, но марлей лучше, потому что у марли ткани меньше. Полотенце, оно довольно толстое и оно начинает забирать на себя очень много масла и много цвета начинает забирать. Поэтому в целом там вам самим решать, как вы будете его фильтровать. Главное, чтобы оно было кристально чистым. Смотрите, масло я снял с огня. Оно у меня набрало вот столько цвета. Нам нужно его каким-то образом остудить. Я вообще рекомендую оставить его остужаться, просто вот как есть в масле, для того, чтобы больше цвета было. Но если нет, у меня льда в морозилке не было. Есть просто аккумулятор холода. Тут даже, в общем, главная цель не столько охладить масло, сколько не расплавить бутылку, если вы будете сразу же это все разливать. Все из носика аккуратно наливаем масло. Томатная фракция довольно густая, поэтому, в общем, соринок каких-то особенных там не должно быть. Все, даем ему постоять немного. Видите, получилось такое красное масло. Здесь у меня просто в тарелочке налиты сливки. Белая, светлая составляющая, любая там и так далее. Для того, чтобы я показал, как это выглядит по-настоящему. Если мы ничего не используем. А вот здесь я покажу технологию смешивания, когда мы белые соусы или йогуртовые соусы, там, отцеженные соусы, всякие на сыворотке и так далее. Когда есть техника перемешивания. Мы сначала перемешиваем аккуратно, а потом наливаем. Такой и такой вариант покажу. Оно, соответственно, подходит для любых супов. Если вдруг у вас недостаточно капелек жира сверху, то вы используете красное масло, добавляет томатный вкус. Его можно добавлять после жарки, там, уже в готовое блюдо чуть-чуть сбрызнули, перемешали, выложили. Пельмени и так далее. То есть, везде, где допустим вкус томата, его можно с легкостью использовать. Смотрите. Видите, как красиво получается. А если мы наливаем какое-то количество, вот так вот. Теперь чайную ложечку. Это большая. Значит, теперь вот так вот его аккуратно размешиваем. Смотрите, какой соус получается. Я сейчас имитацию делаю некую, но для того, чтобы вы посмотрели эффект бабочки. Распространяется оно и размывается точно так же, как и зеленое масло. У меня здесь 20% сливки, не слишком плотные. Если постоит, они начинают объединяться. Очень просто. Времени минут 15 всего-навсего займет. Если вы будете делать, например, в сковородке, у вас будет больше площадь и будет больше, скажем, быстрее выпариваться. И тонкий слой. И там будет больше насыщаться цвета. Можно и так. Можно в сотейнике. Когда у вас не так много места, для того, чтобы поставить большую сковородку. Вот результат. Вот этот секретный ингредиент, который используют в ресторанах именитые шеф-повара. Крутые шеф-повара, кто занимается нордиком, кто занимается высокой кухней. Ну и, соответственно, после этого видео вам всем просто доступен такой, скажем, маленький секретик кухни, высокой кухни наших российских и мировых шеф-поваров. Пока!